что такое пропаганда сейчас скажу вот телеканал смотрите это очень важно и так ведущая замечательная женщина современно толковая правда вот то садоводство которое мы изучаем она понятия не метод само собой откуда же она что смотрит мои передачи или мои статьи или мои книги сейчас быть современным садоводом это значит не стать ничего смотрите она берет подходит я я не стал я должен был сфотографировать с экрана я не хотел ее выставлять такой уж сильно поэтому телеканал название нет зачем врагом назвать вдруг завтра там наши люди будут вести передачу то есть они должны вывести не ставят целью что были сады и даже и даже овощи такой цели перед их каналами не ставят и что получается а давай она щипать под взрослым деревом а также все заросло травой а на траву щипал 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 это знаете это я договорюсь это это сложно а гербициды говорит отравляет почву я слушаю аж мылею думаю сейчас она нас научит а заметьте это время это самое ценное на свете это дивизионное время наше время она берет стакан воды кидает туда две ложки соли так и 5 ложек уксусу и говорит вот и стакан воды дальше ну я так поразился я ничего не привлечу это можно увидеть если захотеть вот она берет кисточку и вот эту ну она пробовал щипал показал что да действительно щипать-то долго а теперь берет кисточку и начинает не красить их от смачивать эти листики или как они ну они всякие разные листики то есть вот эти листики то что мы называем сорняками да и вот она зеленая смачивает смачивает заметьте она стакан один развела ни бочку ни ведро даже не ведро а теперь это все высохнет они и туда уберем для представьтесь вытирать или когда она высохнет все равно над руками драть вот я думаю а зачем вот эти полчаса она ну грубые слова нельзя говорить кто ее этому научил кто зачем этот стакан воды как она может стаканом воды вот это которая является она назвала гербицидом но натуральным то есть это не отрава уксус соль это безобидно правда деревья погибает а когда они погибают извините еще вот это опять покажу потому что я не могу успокоиться она про это думает но это уже другой вопрос или тоже радуется вот а сейчас уксусу ладно но дело даже не в этом она потеряла это же там нет не сутками покажет канал потеряно время потрачены деньги может быть даже это как канал казенный то есть заплатили зарплату сценаристу там этот самый съемочной группе там осветителем инженером вот шоферу все все это дружно вот пока она вот это вот демонстрировала я посмотрел я не понял вообще свойство все это если меня утешило что другие уже умудряются там опять уничтожать ветки бесконечно то есть покруче ее но она занимается безобидно работой но потерян еще передачи потеряны деньги потеряны время что она кого она научила если кто-то из вас глядел как вот стакан воды пять ложек уксусу два две ложки соли перемешала и начало бы красить траву я уже оговорился не красят что нам такие передачи нужны хотите один полезный совет как повышается плодородие почвы вот видите и так когда вырастает трава к июню а ну здесь даты нет это значит имушки было восемь лет дата появились когда ему было девять десять вот это ему восемь лет было раз без даты так трава поднялась к июню первый покос в июле второй покос в августе третий покос и перед зимой четвертый покос чтобы не чисто это косится чтобы не было это возможности чтобы трава потом сухая не загорела четыре покоса смотрите как повышается плодородие исполняется впервые ну то есть меркам говорил а теперь специально говорю не вот это смотрите внимательно смеха это тоже оружие вот и так это все скашивается и превращается мульчу мульча не убирается оставляется на месте так так но теперь она не мешает а так вот они бы еще немножко подошли бы и дальше я за травой наблюдать даже как за деревьями ну у меня голова такая я смотрю она даже не растет тут же миллиарды семян тут же миллиарды семян обзойти не могут почему место занято все кто не успел тут опоздал когда я или там тимоша или еще кто-то вычищает вот так первый запас уже сделал мульчист правильно согласны следующий кстати чем нравится когда ты постой косой косил литовкой нужно делать это там перемалывает в эту труху освобождается место о чудо через месяц снова столько же догоняете нет опять скосили через месяц только 4 покосы в четыре раза больше травы чем если бы один покос или вообще не косит согласны четыре раза ну хорошо придираться не будем бывает месяц засушливый где-то в середине лета засуха меньше вырастет ничего будем считать что заменила то есть тройной запасы этих теперь что такое внимание вот я же говорю я до будущих книг газет для будущих учебников и так повышение плодородия почвы с помощью покосов перекопка уничтожения плодородия меня всегда вот это это нет людей наказать 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 представляете вот этот сад это же сад это деревья полоносек все они деревья груша вишня вот она свеча видите вот она вишня я же ничего не выдумываю сейчас вам покажу я в крупный план вот она вишня видите вот я должен был под ней все перекопать а так как она все равно зарастает кто-то же в наглую пишет 4 перекопки за лето думаю сбежал нет просто ему нужны очередные эти какое счастье что больше рекламы теперь не оплачивают они почти исчезли но еще хватает смотрите дальше и так значит иногда перекопка нужно ну допустим овощи допустим цветочки там да там нужно уничтожать конкурентов я согласен здесь взрослые деревья не конкуренты когда садится до вокруг него в черный пар за год за два черный пар исчезает появляется дёрн согласны вот дальше идем я должен все это обосновать зачем все это надо и почему я не покупаю перегной а вот эти машины перегноя это как раз меня на зиму хватило бы запастись морковкой святой картошкой все это же мы это они же очень дешевые там намного дешевые то что я говорил 440 рублей ведро такая осень то она стоит стоил 100 рублей и так напоминаю дело в том что нам нужно это я опять моя любимая тема на можем полностью переделать школьные это потому что именно то как я понимаю я запомнил это я специально взял официальные цифры почему что придать авторитет хотя мог бы я помню что азота 78 кислорода 21 кстати видит парня 2 23 не 21 нас я уже начал забывать такой этот азот он абсолютно нейтральный абсолютно моим дышим как вдохнули выдохнули 78 вдохнули 78 выдохнули а нам кушать надо смотрим дальше итак фото синтез беру опять официально вам все будет скучно я готовлю программу для будущего сада вот для всей россии потому что это еще в школах проходят внимание это еще проходит фото синтез читать мой а я боюсь скучно будет ладно пока один глоток читайте сами в школе проходили кто помнит теперь тот самый азот которого семьдесят восемь процентов а толку нет пустые яблони пустые груши пустые абрикосы незнакомо это а почему сейчас скажу и так фото синтез прочли все понятно азот тот самый нейтральный от которого толку как от козла молока химический элемент инертный газ поняли да входит состав белкового а как же вдруг получилось то как так и вдруг он везде и всюду он хлорофилы в этих самых в морях в водорослях в этих везде 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 как это случилось вот он вот это мульча вот он как он это там оказался правильно из растений с помощью фото синтеза я еще не это почему я должен вообще-то но гербициды понятно страшная вещь до уничтожения растительности вот садах применять нельзя слава богу так вот ради жизни на земле я делаю выводы ребята я делаю выводы самые настоящие вроде школьные учебники пусть это заставляет все таки старшие классы может быть не средние даже старшие классы объяснить что азот нейтральный что азот только когда попадает только растения могут его превратить вот эта цепочка цепочка бактерии переработает это самое грибы переработает потом микориза потом это самое попадает еда пища для в растения в растении листья упали растение потом они сгнили потом это самое а эти говорят не зная даже вот этого школьных как школах надо было делать выводы не сметь не сметь подходить дереву не сметь ни одного листочка поднять сейчас весна весь город из под деревьев выгребает эти листья прошлогодние осенью выгребали выгребали но все не могли выиграть и вот им красиво надо спать дерево городская среда спать дерево дикороса выгребли год-два-три через 20-30 лет она падает раздавливать ладно автомобили жалко людей раздавливает она голодная и очень бетон воды я вам показывал бетон закует вот потом корни сгнивает а потом смотришь это вот это и как нибудь ради жизни на земле вот надо же чтобы потом дети поняли одно значит все плодородие почвы это листья которые упали так листья когда они позже упадут и трава которая я убедил смог с помощью покосов увеличить ее производительность в трое четверо когда дожди может и пятеро за счет покосов слой за слоем слой за слоем все лето об этом смотришь последние 30 лет перегной не пользуюсь ладно хвастался перед ним не грибицидами не этим самым ничем никакими ядами ничем так еще и это еще даже перегной не покупаю они опять плодоносит они опять плодоносит да потому что в этом случае нарастает плодородие почвы все листья возвращается обратно и плюс плодородие почвы за счет вот этих самых травы одеваюсь помните эти грабли которыми это ведь какой-то странный чек 19 18 веке сказал давайте выгребать потому что там значит зимует вредное насекомое и пошло а какой тяжкий труд и вот это вот то что я сказал это революция я попробовал обосновать вот он азот нерастворимый вот понимаете а потом вот он как получается растворимый азот вот он вот он вот он вот он но все уничтожить они не зато учил уничтожить помните лопатой в этих саду это значит что они червей уничтожают а черви ходят в эту самую цепочку ведь это червяк утащить лишь поднимывается сам по землю на переработку постулат железа вам скучно конечно я все про то и потому преднамеренное ущажение дерна кожи земли это преступление против собственного сада детей знание бессмысла забывается быстро и навсегда вот это все когда в школе проходили фотосиндез проходили я помню но сказать для чего это знание то нужны то чтобы ребенок потом пришел в этот на дачу получил родители вам заняться нечем что-то мама тебя спина болит что-то папа тебя уже скричило от радикулита отвечая это самое вот это я хотел сказать вот это все это самое главное ну а дальше мы сейчас это таксист был звонок валерий константинович я к вам обращаюсь друзья валерий константинович пожалуйста это с меня нужно то-то то-то откуда вы мне знаете а таксист сказал что есть такой железо а я потом набрал вас в этом таксист какой-то сказал ну таксиста миллион обзнать мне может быть 10 таксистов из миллиона мало ребят помогайте распространяйте